всем привет спасибо вам за то что слышите мои слова за даже смотрите ролики эти за то что вы есть за то что пишите комментарии в комментариях очень хорошие интересные диалоги споры конфликты провокации это очень здорово я с удовольствием все читаю присоединяюсь иногда ну и напоминаю существование плейлистов там очень много уже пластинок так что если вас интересует та или иная пластинка начните с плейлистов вполне возможно что в любимой пластинка там уже есть ну а я вот вспомнил детство золотое шестьсов deep purple deep apple 1968 год достал с полки не скажу что я слушаю каждый день эту пластинку и не скажу что слушаю и каждый месяц и даже каждый год но иногда к ней возвращаюсь моей жизни в далекой юности был период кратковременный когда я уже занимался спекуляции пластинками хотя еще учился в школе еще был пионер комсомолец не помню что такое между пионером и комсомолецом что такое было да и в моем доме осталось всего две виниловых пластинки ну у спекулянтов это бывает то густо то пусто то ли мне деньги были нужны и что там продал из того что у меня было то ли какие-то неудачные обмены и у меня осталось только две пластинки это был элтон джон madman across the water и первый альбом deep apple я слушал несколько недель две эти пластинки ну кроме того что было записано на магнитофоне а было записано уже достаточно много а извинила вот два альбома я гонял очень долго и часто и получал огромное удовольствие потому что до сих пор эти альбомы мне очень нравятся и madman и shades of the people до сих пор хорошие кажется как-то так но это детская любовь она неизбывна она навсегда остается с нами тем не менее пластинка то очень хорошая действительно и сейчас ее можно слушать серьезно с большим удовольствием потому что она мастерски сыграна и очень интересно написано записано ладно записано нормально все хорошо на четырехдорочный магнитофон как и было положено в 68 году но композиторский она очень интересна и чуть позже я об этом расскажу напомню тем кто не знает историю группы deep apple с чего все началось началось с того что ричард blackmore рубился по клубам в германии по пивным по клубам по разным и у него была очень сильная же очень хорошая репутация поскольку гитаристом был и тогда уже высочайшего класса все его любили все его знали все ходили на его концерты он очень прилично зарабатывал но в какой-то момент времени ему позвонили из англии позвонил человек который представился как тони эдвардс антрепренер группы roundabout которая на тот момент времени уже развалилась потому что главный человек из ровного барабанщик кертис ушел в какие-то художественные наркотические путешествия джон лорд который был вторым человеком в группе roundabout после кертиса стал первым человеком и группа общем перестала существовать а этот самый тони эдвардс как антрепренер держал нос по ветру и знал что нужно сделать крутой бэнд вокруг джона лорда как мощного очень композитора исполнителя фантазера и шоумена даже несмотря на то что он клавишник шоумен мог и хамонт на себя повалить и все что угодно сделать и они начали собирать состав вот позвонили блэкмору уговорили его приехать он с трудом согласился потому что неплохо очень дела шли в германии но приехал они лордом друг друг другу понравились записали несколько песен дома у лорда написали что-то придумали и решили вдвоем дальше ведь собирать состав нужен был вокалист нужны были все барабанщик басист вокалист да на роль вокалиста был предложен ян гилан но он отказался когда эдвардс ему позвонил и он сказал что не 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 у меня и так все в порядке у меня эпизод цикса этом записываю синглы они продаются и все ничего поставили точку на гилане пригласили рода стюарта которого мало кто знал в то время в англии но что-то тоже со стюартом не сложилось и тогда появился род эванс замечательный певец на мой взгляд прекрасный через пару лет он не устроит ричи блэкмора потому что голос у него очень лирический очень мягкий пластичный и проникновенный и для тяжелого року он слишком уж нежен оказалось хотя мне он безумно нравится мне очень нравится как поет эванс на трех альбомах теперь прекрасный голос ну и соответственно ян пейс ник симпер добавили мощи в состав группы который еще не имела название она уже начала записывать демо версии своих песен записала несколько демо версии и тогда на горизонте появился некий дерек лоуренс продюсер который имел дела с америкой послушал эти демо версии выдал свои собственные деньги больше тысячи фунтов полторы тысячи фунтов и на студии не помню как называется по студию с по моему где работала группа статус-кво на тот момент времени музыканты стали записывать первый альбом и записали его не имея еще контракта на выпуск альбома не с кем но лоуренс уже вел переговоры с тетраграмотом в америке показал им записанный материал песню х в частности которая потрясла всех она сразу зазвучала на радио соединенных штатах америки сразу стала дико популярной и тетраграмотом подписал контракт на выпуск альбома соответственно лоуренс вернул свои деньги потом заработал еще заработали все и все стало хорошо и у нас появилась группа дипепл да они название в процессе уже записи альбома родилось и у нас появилась группа дипепл который является любимой группой советских меломанов советских школьников советских пионеров советских комсомольцев советских студентов которым сейчас уже многим в районе 70 лет или 60 или самым молодым под 50 из тех времен ну я знаю что кое кто-то из молодежи жалкие ошметки современной молодежи тоже любят группу дипепл так что так что все хорошо все сложилось самое главное суде попал до сих пор выпускает пластинки как это не смешно но ничего смешного не вид я смеюсь от радости потому что мне нравится позднее альбомы дипепл я такой человек мне и ранние и поздних нравится мне несколько из среднего периода я терпеть не могу альбом slave and masters например на мой взгляд просто унылое что-то такое непотребство но и концерт для группы с оркестром конечно это же на мой взгляд просто как какая-то неприличная запись но да ладно пластинка получилась очень хорошая нд адрес первый номер вообще инструментал он начинать пластинку с инструментальной композиции нужно обладать достаточной смелостью потому что люди же любят массовая публика любит что любят песни вот и все и пластинка куплена сразу а здесь никакого у илюлю нет и тяжелая гитарная пьеса ударно-клавишно-барабанно-басовая без вокала да и она очень хорошая она вот композиторский на мой взгляд она замечательная замечательно она в первую очередь тем помимо партии интересных помимо аранжировки помимо гармонии да она замечательна тем что она явно три раза меняет ритмический рисунок на самом деле там еще есть всякие штучки но вот три раза четко меняется ритмический рисунок общий и пьеса начинает звучать вообще по-другому не так как в начале совершенно переходит в другое качество потом в третье качество бас играет вообще все изменяется и при этом нет никаких вот таких ступенчатых нет ступеней где мы чувствуем видим вот этот вот эту смену всего смену структуры вот их нет настолько плавно и логично все перетекает одна часть в другую и в третью что кажется будто это такая вот если как началась вот так вот так так она дальше идет до самого конца на самом деле она три раза внутри себя меняется это очень круто это надо так так тонко мыслить причем всей группой что это вызывает просто после восхищения это очень здорово один мой знакомый сказал что жалко где пепл могла бы стать прекрасной прогрессивной группы а стала хард-роком ну к прогрессивному уроку она вернулась уже в третьем тысячелетии так что все нормально следующий номер х кавер старой американской песни но не совсем старый но тем не менее в америке и хорошо знали и соответственно аранжировка deep apple она оказалась настолько удачной что как я и говорил в америке песня стала дико популярна и собственно говоря она протолкнула вот этот альбом на большой американский рынок что дало возможность потом deep apple бесконечно гастролировать в америке зарабатывать очень большие деньги в америке в англии их знали очень плохо еще тогда вам рай не дэй следующий номер чувствуется влияние лоуренса все-таки на группу с тем чтобы протолкнуть на американский рынок в нашей песне очень америка и американизированная эти вокальные гармонии общее построение общая такая мелодическая линия она очень американская эта штука в хорошем смысле она как бы все нормально с ней короче но но это американская музыка которая опирается конечно на звучание группы vanilla fudge которая была бешено популярна в соединенных штатах и среди меня она до сих пор очень популярная дико люблю vanilla fudge очень хорошая музыка и сюда же можно песню help битловскую отнести сюда же это к ваниле фадж я имею ввиду потому что битлз где первые хотели сыграть эту песню кавер битловской песни help да и сыграть ее также как у битлз то есть быстро а лоуренс сказал что нет вот знаете в америке очень хорошо идет песня ticket to write в исполнении ванилы фадж очень медленно симфонично монументально и просто какой-то вот такой вот мраморный дворец вместо песни she is got a ticket to write а там такой и они записали help в таком же разрезе что называется при этом еще в середине неожиданно тяжелая хард-роковая такое инструментальная мочилова не плачь этого слова такой инструментальный кусок с тяжеленным гитарным рифом шир широким таким с грохотом барабанов просто удивительно а потом дальше поют help опять начинается очень хорошая версия ну дикая наглость конечно было у музыкантов дипе пол уже тогда потому что песню альса глэд они записали и поместили финал первой стороны а альса глэд песни скипа джеймса до блюзмана старого и играла и записывала группа крим на первом альбоме fresh cream она есть и крим ее играли примерно примерно так же как сыграли и здесь дипе полный по-своему немножко blackmore и клэптон отличаются по и по техническим особенностям и по вообще по подходу к гитаре почему ни один ни один не лучше другого и не хуже они просто разные совершенно гитаристы и группы то разные до крим и дипе пол но они соглас все знали по исполнению крим концертные версии прекрасно там джек брюс поет все суперски но вот не постеснялись дипе пол записали свою версию им согласть примерно также сыграно как у крим только по-своему по-дипе полцки ну я не говорю про песню хейджо опять-таки которая закрывает альбом где ричи blackmore решил перри хендриксить джимми хендрикса то что они опирались на версию эта песня как же его били робертс били робертс американская песня которая в оригинале звучит не так как у хендрикс и не так как у дипе полно blackmore опирался на ружевку хендрикса и сделал примерно такой же гитарное безумие как у хендрикса но по-своему по-английски все-таки это тоже нельзя сказать лучше или хуже просто очень по-разному но влияние хендрикса тут очевидно просто вот тысячи процентно что неплохо соло 2 их здесь они абсолютно безумны абсолютно роковые и необычно для 68 года и для англии тем более ну и конечно мандрей крут я хочу отметить полотно на 1 1 на 2 стороне фанковая неожиданно фанковая раздольная разгульная жесткая быстро и с гигантским джазово-психоделическим финальным соло всех где одновременно все начинают солировать безумная игра я на пейса там гитара орган такой около джазово около психоделический около космический кусок длинный причем сон фантастический совершенно необычный ну и все остальное тоже хорошо и прелюдия хэппинес и love help me как хотя она мне не очень нравится но это единственная песня наверное которая такая как-то мне не ложится но классика очень мощная я очень советую тех кто никогда не слышала тем кто ее когда-то слышал советую переслушать ну а я пока пойду пить пока до новых встреч